да не уходите вы чё иди сюда я вас трогать не буду кто вы мне говорит все бросить ерундой заниматься товарищ прокурор будете мои права оставить граждане поможете меня с помощью прошу можете помочь пожалуйста а тот меня полицейские в сочи били угрожали наркотики подкинуть значит я теперь везде аудио пишу а то вдруг вот вы нападете или же допустим вдруг судья на меня нападет может же быть такой может быть а то в сочи напали менты говорят на бутылку посадим наркотики подкинем только трансляция спасла понятен инвалидом стал после этого вот справка имеется а термине что тут закон о коррупции не работает правильно то есть аудио нельзя то есть меня будут репрессировать в российских судах что или что я правильно понимаю товарищ прокурор можете помочь поможет конституции стоит мне это даже прокурор нарезать лишь как вот так плевали на меня и прокуроры и все остальные и пристав что-то меня выводить не хочет она слышит пускай выводит я посижу дотом 2 позвали выписку из протокола я сам уйду нет процессуальный документ сажать то меня на сутки нельзя у меня живут постановление суда на сутках сидеть не нельзя а равная сразу получаю штраф и иду обжаловать суд понимаете приглашаю лунькова владислава владимировича а значит вызову прокурора в качестве свидетеля вот заявляю свидетеля прокурора зафиксирую что на курор свидетель секретарей заявляю товарища мальцева не будут так проблем подсудимый не будут создавать еще больше вот андрея заявляю возможности ли вот пожалуйста то есть установленный факт что я видел видеосъемку непонятно вот ведет видеосъемку ведь ну сейчас процесса нет это я не знаю но тут может быть ну спасибо большое я не видел на камеру правда что тут приступала фиксируем чем не пришли все случилось я вам что сказал непонятно покинуть зазу не у нас вылезу из протокола имею право потребовать или вы забыли здесь у нас сейчас законодательство вы как меня выдворять будете на основании устного распоряжения тогда физическую силу придет переменить а сутки на сутки не получится ребят увы иммунитет здоровье не позволяет проблема да даже 17.1 штраф только и сразу пойдет жаловать поэтому подумайте законно ваши действия или нет если законно действуйте если нет давайте выписку из протокола я собственными ногами выхожу из помещения и иду к своему представителю к двум к Ирине Гургенову вы ее знаете прекрасно выходит и она любит кстати приставами заниматься очень почтовыми голубями или как там правильно кличут есть там у вас с представителем и также Владислава Диуслымку который вас и допросит с удовольствием я думаю что действие ваш незаконное надо доказать видеосъемку гражданина пускай действие да если он не ведет он ничего не нарушает вы сейчас пытайтесь ну конечно я веду да сейчас суд не идет видеокамера на видеокамера на соник давайте его снимаем почему вы человека с камерой вы ничего не делаете а меня с телефоном и чувство суде сказал может ей покажется что у меня в глазу камера он мне уже не вел видеосъемку видите экран выключен он аудио ведет ему так удобно держать телефон хочу так почему нет хочу чтобы вы думали что снимаю вы доказали видеосъемку вот вы сейчас пытаетесь выполнить распоряжение судьи александр можете представить его вас есть вы можете представить разве а подождать давайте по-честному я вольский вольский а мне помочь что вы пытаетесь распоряжение судьи выполнена законный нет он не ведет ведет я не знаю не знаем видеосъемку не ведет Докажите, что ведет, да. А, всем выходить, да? Вообще никого? Подожди, суд выходит в совещательную комнату на перерыв, а мы можем здесь... А здесь коридор или что здесь? Выдите в коридор, пожалуйста. А, здесь зал, да? Мы должны быть обязаны, да? Подождите, как же, судья уходит на перерыв, а мы можем здесь оставаться по заказу. Ну да, в зале же мы можем правильно остаться. Это что такое? Вы тут что, как хотите? Что-то не очень понятно. Вы требования с какой гражданин? Есть какой-то, нет? Просто не понял. Можете заявить, законно. Он вел видеосъем, доказано. Я нахожусь в корсете специально, но я не хочу туда-сюда вставать и бегать. Для меня это проблема. У вас нет требований, да, Звольских? Или Звольский, извините, я просто не видел. Звольский? У вас есть требования к Андрееву? У вас нет. У вас есть? Решить можно проще. Как ваша фамилия? Можете? Про что обжалочить действовать? Как? Мы адвокат сообщим. А если незаконные будут, как? Бондаренко. Бондаренко. Все, спасибо. У вас есть требования к Андрееву? Непонятно. Без тебя перерыва. Все, мы же не мешаем суде. Без тебя перерыва, а я тут сужу. Да, судья предъявляет незаконные требования. Положить телефон. Он хочет так держать. Он не снимает. Видите, выключен экран. За телефон, если сейчас за другое. За телефон, почему? Нет. А, ну мы же все, мы же не лезем к суде. Ребята, когда перерыв объявляют, в судебном зале можно находиться. Да, где это написано? У меня уже свой есть отдельный кабинет. Мы же к суде не идем. Видите, вы ее ограничили и все. Я такое первый раз вообще слышал. Да, что это такое, непонятно. Видеосъемка не ведется. Я понимаю. Вот он, телефон. Видите, выключен экран. Я понимаю, тут ограниченное, понятно, маленькие здания. Мы все понимаем, что секретарь вынужден сидеть в одном кабинете со слушателями. Но это же не означает, что мы должны выйти. Да, если есть требование, заявите. Если есть какое-то требование законное. Вот это называется, знаете как, убрать неугодного. А вдруг что-то заснимет. Я могу заснять. Может быть, на скрытую даже съемку. Ну, вы же не можете доказать этого. Да, надо законное требование предъявлять. Когда я сниму, опубликую. А что ж, вот когда люди публикуют после судов, что их не привлекают? Нет ответственности. Проблема. Мне просто надоело, что меня... Так, ладно. Выписку из протокола, заверенную судьей, я... Пока требую никаких, да, непредъявленных? Нет, меня обвинили в нарушении. Меня обвинили в нарушении, получается. Правильно? Под протокол, аудио. Так вот, выпишку. Да нет, приставы вообще требования никакой не заявили. Подожди, судья сказала, пришло так навести порядок. Значит, беспорядок в суде. А равное ко мне пришли, значит, я являюсь причиной беспорядка. А раз так, значит, меня обвинили в нарушении порядка, я являюсь, по их мнению, нарушителем. Но чтобы это обжаловать, я считаю, что это неправильно, мне нужна выписка из протокола. Согласно законодательству. Вот и все. Раньше постановление давали, сейчас выписку из протокола. Заверевает судья, визу ставит, я пошел. Печать суда и все. Что ж я обжаловать-то буду? Извините, а вы ваш умирает? Нет, уважаемый, ваш... Что она сказала? Я не понят, что ты говоришь. Так, ну все, сидим, что ли, ждем. Просто я имею в виду, что я... И так прождали, еще ждать. Ну ладно. Что я обжаловать-то буду? Подождем. Вы мне тогда дайте бумагу. Письменное требование, дайте. Я с ним пойду в прокуратуру. А так, что я приду, скажу, два пристава пришли, и меня выгнали, а вы потом скажете, да мы вообще ему требования не заявляли, просто попросили, он взял дурак и вышел. Ну так? Ну да, все правильно абсолютно. То есть надо документ, который нужно обжаловать. Комбарова судья, вот в краем судья, ну сколько пришлось бодаться, чтобы она поняла наконец. Она теперь проще делает. Она либо не беспределит, потому что понимает, что в суд на нее подадим, а на суде в суд-то подать можно, если вы не знаете. И либо дают эти, выписки из протокола, и с улыбочкой. Нате вам, Андреев, дергайте отсюда со своими камерами. Вот и все. А так, что это такое? Хоть денег заработают, понимаете? Это еще бесплатно все. Ну Алексей зарабатывает, а я что-то тоже хочу. Что я зарабатываю? Ты что расскажешь сказки? Ну это, как? Сказки какие-то. Как ты? К 200 тысяч им просишь. А, ну да, а где они зарабатывали? Это не заработаны, это моральный вред называется. А у меня какой-то. Ты соображай, что говоришь. Не, ну это же заработать. Да нет, это не заработать. Нет компенсации. Ой, неважно. Заработать и компенсации. Так, ну что, требования пока никакие, да, не предъявлены, так понял? Или будете предъявлять? Просто ерунда. Дальше прокурор, а тогда мы будем права соблюдать, да? А? А где вы начнете соблюдать права? Так он вроде бы нарушает ничего. А что, он врет ваш прокурор, да? Вот ты же шоу, бум. Пойду предъявлять. Да вот на камеру мне сказал, что телефон личное средство. И если именно... Я не знаю. Да не вы, прокурор, прокуратура, краевой. Это врун, что ли? Получается, что вы все по-разному, что ли? Закон не един. Кто, насколько закон знает, что ли? Или трактует его? Так что ли получается? Так, ну что мы сидим-то? Я что, приехал из города, что долг будешь ждать или нет? Ехал. Дайте мне. Да, или что, или выписку, или требования, или оставь человека в покое. Человек меня не поймет, он поддержки, я пришел поддержать. Мало того, что он отказался, потому что Конституцию соблюдается. Вот. И, а он сам, пусть я тут разбирается. Что это такое? Ну да. Он сказал, а как урок туда? Уже все. А вы уже уходите? А, на процесс. А, наш процесс. Приставы, вы можете либо требования, либо выписку дать человеку? Вы меня обвиняете. Не бойся, я не знаю. А, никакие все. Не, а что мы ждем тогда? Может, скажете суде, что он не снимает и все? Что порядок вы... А, 10 минут вперед. Что порядок соблюден и продолжим процесс, что все, никто не нарушает ход и все. А у вас нету водичных... Ну, вы можете сказать суде, что не нарушается порядок и все? Да, давайте продолжать. А, ну все, что-то, я понял. Сказали не снимать, не снимали. Ну да, никто не снимает, да. Я вот сейчас фиксирую, потому что, ну, чтобы обжаловать, если вдруг незаконные действия будут какие-то. Ну, пока нету, все, в рамках закона, что вы действуете. Сейчас же суд не идет, правильно же, съемка разрешена сейчас. Сейчас же суд не запрещал вот сейчас. Вы мне надо редацию предоставить материал, да? Ну, допустим, аудио тоже. Вот если я свою работу не выполню, как? Аудио не запрещено ведь? Ну да. Хотя вы же, наверное, подписаны, знаете. Все прекрасно. Так, ладно, ждем пока. У вас, кстати, самые адекватные признаки. Хотя нет, еще в этом. Октябрьский суд. И этот. Так, прокурор тем временем ушла на другой процесс. Ждали прокурора 2 часа. Ну, взяла, ушла. Спасибо большое. Забуду. То есть мы можем ждать, а прокурор нет почему-то. Не очень понятно, что происходит. Ну вот. Прокурор все еще процессом, что уже, похоже, решено, что... А что, думаешь, я на следующий день сюда не приду? Так я друзей еще позову. Семь человек. А у них у всех. Сколько я седонка, наверное. Всех придется выгонять. Все. А семь протоколов обжалован. Это уже прецедент. Спасибо за воду вам большое. А то... Там были в одном суде, а даже воды не могу. Так, ладно, пока ждем. Непонятно. Не, главное, вот на камеру снимают. Офигеть. Этот меня сидит на телефон. Как он, подозреваемый или меняемый? Снимает, да? Снимал меня. Нормально в порядке вещей. То есть что, предвзятое отношение? А, к нему ничего, да? А, знают, что Андрей в Сочи заснял полицейских, которые его избивали в прямой трансляции с выключенным экраном. Ну, то другой телефон был. Это я могу, да. Я и сейчас могу трансляцию писать в облако. Я же не говорил, что я не снимаю. Я беру статью 51, правильно? Абсолютно. Может, он Андрюха наснимал. Видите, тоже держит. Посмотрите, вот. Теперь телефон у всех надо изъять. Надо изъять. Протокол изъятия. Держишь, а ничего. Это единство. Без подозрений. У него может там какая-то... Жучок, жучок. Или в этой, в пуговице, камера. Какая-нибудь быть. Нет, ну а как? Немалами дозревать. Да. С предельцами, конечно. Пока вот так. Так, пленка там не закончилась у меня на анектофоне. Перезапись пошла. Перезапись? Так, ну что, я так понял, требования к тебе никакие, потому что ты все в рамках закона. Присутствует, обеспечишь. Все, обеспечишь порядок. Судья-пребывалник, они обязаны исполнять. Да. А я бы сделал проще. Я бы выписку из протокола и все. Не, ну судья-то должна даст. Она же тоже понимает, ага, а сейчас раз и видео не будет. И что тогда делать? Да. Беспредел получится. Она же тоже подозревает. Ну, опять же, подозревать-то она может все, что угодно. То есть, а решение-то пускай принимает. Ну да, да, законное решение. Все правильно. Герунда какая-то. Мальцев шок. Повтор. Вы же понимаете, какая штука. Телефон современный. Даже вы видео не найдете. Понимаете? Даже в папку зайти и тоже печатать надо. Есть что-то проблема. А телефон у нас... Я считаю, что вообще требование запрета видеосъемки это глупость полная. Нет, в чем проблема. Телефон сейчас. Это средство радиосвязи. Он так прописан. Поэтому сейчас менты могут изымать у любого выражения телефон. Там просто как вещи. А если его признают высокотехнологичным средством, понимаешь, вот тогда суд может потребовать телефон убрать. А по-моему, средство радиосвязи, оборудованное капитом камеры непонятные. Но тогда и опера будут изымать только с экспертами и так далее. Понимаешь? В общем, проблема. Поним. Поэтому тут закон на моей стороне. Вот тогда признают телефон гаджетом, в котором хранится медицинская тайна твоя, банковская тайна. Вот тогда представь, полицейский, он не сможет изъять телефон без протокола извести. Так что беда. Да. Пробел в законодательстве. Это не пробел. Как бы, там все указано четко. Просто за временем не могут угнаться. В законе, пожалуйста, пропишите, что телефон имеет немного функциональность. Там же установлено приложение Сбербанк, допустим, для любого твоего банка. Правильно? Ты там хранишь пароли, ты хранишь какие-то медицинские справки, ты хранишь приложения. Это является высокотехнологичным средством. И надо прописать в законе. А пока это телефон. Выключатель там рядом. Рядом. Так что. Понятно. Рабочий день на сколько? Когда закончился? Закончился по 6. 6 часов. А что вы так, помимо видеосъемки? Ну, все равно же будет. А, Блюк не снимает, он снимает на камеру. А чего? А я по нему не буду, что? Ну, а что? Ну, направили бы камеру на него, допустим, в суд, пускай, был установлен. Да, и все. Чтобы суд на него... Не, я направил на себя, и все. Потребовать поставить вот тут, допустим, камеру и направить чисто на него. А все телефон, допустим, поправят. А у нее все равно спишется. А у них кто пишет суд? Это все. Имеют право вычисли. Это же не закрыто. Ну, конечно. Аудио разрешено, не надо. Даже спрашивать. Все закончили. Ну, вы же понимаете. Что? Ну, ситуация такая, что здесь еще черта, как людская, да, такая черта? Понятно. Ну, в резонансе это пошло. Мы спускались только что в коридоре, и вон, товарищ там, Шамардин, что-то там он подался. Это ваше неприязненное отношение между собой. Ну, конечно, уже не местное, там, что пусть приезжает почаще к нам в край, но и рады его видеть всегда. А, нет, причем личные неприязненные отношения и где съешься? У меня нет никаких неприязненных отношений. Это вы выясняете между собой свои, там, я не понимаю. Абсолютно нет. Вы в магазине. У меня к вам нет. Вы указываете то, что вы... У меня вообще такого чувства нету. Никому. Подождите. Вы указываете то, что вы подошли тогда, в первый раз, когда у нас был инцидент, у вас был бейджик, то, что вы журналист. Да. Почему? У вас не было бейджика? Как не было? Вы посмотрите свое видео. Все было. Да не было у вас бейджика. Все было. Если бы у вас был бейджик, я бы видел то, что вы журналист. Нет, вы просто не заметили. А какая железная труба, почему вы... Какая железная труба? Ну, железная труба, вы же... Выбросили. А вы выбросили. Какая железная труба, вы о чем? Когда уже начало все... А, подожди секунду. Какая железная труба? Ты говоришь, а какая железная труба? Какая железная труба была? У меня нет. У меня не была. так вы к нему это и обращение направляйтесь причем здесь я вы ко мне я вообще трубой не пользовался никакой я не знаю что вы хотите смотреть у меня вообще желез трубы не было в она опять ушла на заседание разрешить только сам ордена а телефоны попрят и вот там камеру я сам себя буду снимать и все больше никого если мы с ними договоримся да непонятно давайте я одну же делаю в вашем ордена и все остальное приятнее вы в кадре не попадаете не попадаете там почаще мы же вы рады видеться давайте мне материал надо не понятно что плевать на ваши отношения давайте либо одна камера либо кита я знаю вашу деятельность я вижу я понимаю а вот этот человек он у него что-то кажется это ваша проблема давайте меня не надо я одна камера не то что у меня будет ну вы пишете то что вы были в бейджек у вас был то что вы сказали то что вы журналист но вы посмотрите сами с вами вот так и было так и было опять без уголовной статьи без административных у меня было как было все давайте так это хотелось правило либо у вас какие претензии есть тебе да лично а ты в моих глазах не человек чтобы мне были как это вы все отчета да а зачем зачем-то начинать и мыши лишь лишь вы бы слышали кто вы в моих глазах но я не говорю это просто молчу и только мне у тебя есть ко мне какие-то претензии когда мне на концу как окошко что ты не было как раз чего взяли что у меня не помнят к вам претензии ты столько что сказал у меня вообще никому нет никаких никогда нет вы не правильно понял ф expenditure образ жизни наệc неправильно поняла так у меня нет вам негатива никакого неправильно поняли а претензии есть да негатива ли я ничего не играла вы неправильно поле Вам нужно правильно слышать людей, а вы себя только слышите, понимаете? Себя. И то, что вы делаете, вы слышите. Больше ничего. Вам вот это не важно, ничего, все остальное. То, что вы делаете, вы считаете себя каким-то царьком, может быть, местным, и все. Шамардиен, послушай сюда меня внимательно. Слушаю вас внимательно. Послушай, вот, говори, что мы уже правильно то, что было. Ну все. Ты еще раз что-то хочешь? Вы хотите. Я ничего не хочу. Я не хочу. Я пришел. Я сорвал суд. Ты хочешь 200 тысяч, говоришь, я буду... Ну я имею право любой моральный вред заявлять. Суд решит. Ты как испугался твой страх, сколько стоит, ты сам себя уже обозначил. И что? Ну ты срываешь суд, пускай судья скажет. Я срываю суд. То, что ты всего там... Чем я сорвал суд? Ну камерами там всякими фенечками. Я вообще ничего не снимал. Какими фенечками? Я сидел спокойно и все. Клоун, Шамардиен. Ты дешевый клоун. Дай закончить суд, чтобы просто закончить. И все хорошо. Но это ваше мнение. Я ничего не срываю абсолютно. Я сижу, заявляю ходатайся. Вы не правы. Ну все. У вас какой-то негатив по этому самому началу. Абсолютно. Вы видите, вы раздражены просто. Я раздражен. Конечно. Пускай тебе это кажется. Давайте теперь я тоже посниму. Да, вы раздражены и все, вам надо успокоиться и понять, что я не срываю суд никакой. Алексей, если сейчас поставить одну камеру и телефоны убрать, чтобы исключить конфликт и закончить быстрее судебное заседание. И что? А если договориться со второй стороной, одна камера, без всяких... Я не против. Я сам и говорил. Чтобы они суд не затягивают. Я сам начал говорил. Я думаю, председательствующий согласится. Абсолютно. Я предлагаю это. Я вам сразу... Ни одной камеры и не плохая. Будет же все равно. Ну, пускай будет. Без вопросов. Будет, я вам сразу говорю. Есть следство специальное. Он должен быть первым. Нет, это важно. Убирайте. А сейчас суд начался уже? Камеру убирайте, пожалуйста. Сейчас процесс начался? Камеру уберите, пожалуйста. Все хорошо. Нет, поняли. Ну, что это такое срывание процесса? Мы же все... Надо быстрее нужно уголовное дело рассмотреть. Наказание отдать человеку? Или мы будем пререкаться? Чтобы не нарушались... Пожалуйста, телефон. Как раз зовут? Право человека, чтобы не нарушались. Выключен. Андрей. А? Андрей. Да выключен у него телефон. Ну что, вы ко всем-то предъявляете? Андрей? Претензии. Андрей? Андрей? Андрей, включите диктофон, да. Андрей, вас зовут? Андрей, включите диктофон. Я вас прошу. Вы положите, я вас вообще... Ну, вот, я не камера, а вот. Ну, я вас прошу. Можете и положить телефон? Все. К вам вот все, слов нет. Я ж никому не говорю, не записывайте или еще что-то. Пожалуйста. Открытый процесс. Все, только давайте делать в рамках не скандала, а в рамках того, чтобы нам надо что? Рассмотреть дело, дать наказание, которое человек заслужил. Или просто устраивать здесь цирк никому не нужно. И время только ваше забирать и наше. Так, у нас прокурор закончен. Значит, мы остановились на том, что государственные обвинители из-за того, что государственные обвинения. Я вас тоже прошу, телефон больше в руки не брать. Вы включили, положили, пусть лежит. Вам понятное обвинение? Да, понятно. Понятно. Признаете его, извиняюсь? Да, признаю. Хотите вы или ваш защитник выразить свое отношение к обвинению? и по чтобы создавать значит нам сейчас надо у нас общий порядок значит надо определить как будет очередность порядок если стороны не будут против то порядок будет такой это потерпевший свидетели письменный материал уголовного дела и против порядка потерпевший ваш честь не возражаю значит переходим что можете пояснить по моему либо 4 либо 6 июля в 2018 году это было в июле в начале это произошло нецензурная брань оскорбление я шел спросить просто документы если на установлены были блокираторы так называемые у меня была информация то что они законны нет я нет я увидел была информация что незаконно создаются препятствия но я предварительно точнее по кадастры карте да то что это общая доступная территория увидели блокираторы выехали нет мы просто шли увидели потом я уточнил да у кадастры карты мы шли с друзьями с андреевым ну федор комаров я его не знаю он просто где-то рядом оказался есть еще какой-то парень знакомый феди там был на месте то есть помимо меня еще три человека был увидели блокираторы вот эти вот капканы которые находились но они были без замка замки ставится внизу чтобы нельзя было открыть закрыть самостоятельно без ключа я там один или два опустил ну опускаются они кладутся нас на тротуар этот тротуар оказался последствий то есть мы думали что это парковочное место сначала не разобрались впоследствии оказался тротуар то есть там вообще машину нельзя заезжать в процессе выяснения это же может предварительно было сначала увидел посмотрел общедоступную кадастровую карту понял что незаконно опустили пошли дальше никого не трогая вдруг вышел мальцев начал провоцирует человеческий на конфликт оскорблять многоэтажными цензурная брань угрозы последствии вдруг определенный момент он вынул пистолет несколько раз приставил голове разбил зачем-то очки сорвал просто очки мои разбил просто-напросто я его не оскорблял ни разу все велся корректно имеется видеосъемка знаю материал дел приложено не знакомился но нет необходимости потому что человек вину признал вот все потом я вызвал сотрудник полиции они приехали принять заявление угрозы я воспринял как реальный потому что несколько раз повторил человек что я это сейчас или убью лишь или шмальну что-то вроде это голове представлял тем более близко непосредственно зачем он дело непонятно всего лишь потребовал попросил документы вежливо если у него на эти капканы документ он стал все есть все законно указал все незаконно все снесено настоящее время просто попросил ну соблюдать закон на это вот получил угрозы свои адресы действия пистолета муниска нет конечно я просто разговариваю разговаривал с ним все ничего не делал просто говорил зачем он делать какие основания что мы сами видели мы каждый гражданин имеет право пресечь нарушение закона в соответствии с конституцией законным способом я просьба была мы не проверяющая организация просьба как мы всегда видим когда блокираторы или другие шлагбаумы все люди не отказывают нормально реагируют до этого практика была то есть спокойно предоставлять документы если это законно это не про это не проверка это не значит не какая не какой-то не какой-то ответственности мы не вред не привлекаем человек просто обычно человек просьба чтобы посмотреть и определить законно или нет может есть у человека документы тогда в последующем пропадает необходимость обращаться с обращениями с многочисленными которые я делал для того чтобы их убрали вот и все скажите пожалуйста вот вы сказали каждый человек может сделал мы не я не сказал пришли проверить не надо меня меня слова мои слова перефразировать решил попросить если документ я не проверял я еще раз сказал попросил просто есть документы спросил или нет предоставьте он сказал все есть документов не было никаких конечно потому что закон вы стучались в дверь ресторана чтобы он вышел или так нет он сам вышел самостоятельно просто увидел что открывается блокиратор вышел сам и начал провоцировать на конфликт оскорблять снимай очки и так далее все есть на виде съем какова была необходимость трубой махать не знаю у меня трубы вообще не было я понимаю что у вас не было вот и все это вы спросите у того у кого было у меня трубы не было я открыл два или один капкан ногой просто толкнул нежно потому что без замка было и все а может даже не надо ни одного не открыл я не помню на видео есть я уже них столько по открывал что возможно даже не трогал даже капканы ваши ну не ваша вот мальцы принадлежащие пожалуйста вы обращались каким-нибудь врачам и так далее за оказанием вам консультативной медицинской помощи нет не обращался спасибо будут еще вопросы потерпевшему конечно в руке держал к виску приставлю ну на курке даже руку держал и несколько раз то в бок то и при этом произносил словесно сейчас тебе пристрелю сними очки зачем-то что-то очки ему не понравились почему-то он взял даже и в конце разбил не знаю зачем хотя просто пришел даже я не помню возможно капканы даже его не трогал ну на видео есть я не отрицаю может быть и один и два открыл а может и нет ребята там тоже были со мной я даже возможно даже и не трогал а он на меня почему-то переключился попросил всего лишь документы начал трехэтажным матом крыть ну я не знаю там по моему была 20.1 там ответственность спасибо а еще будут вопросы нет вообще нет не знаю что он там агрессивно так настроен почему-то а были вызваны три свидетеля в оценка павловский комаров значит согласно заявлению в оценку значит он написал просит рассмотреть в судебном заседании без его участия в связи с большой загруженностью ранее данные объяснения полностью поддерживают по поводу оглашения показаний свидетеля оценка в суде своей загруженностью являются данные судебные заседания это опер на оперуполномоченное дело уголовного розыска в оценке антон владиславович ну так как у них загружено изучали и все подседине мы подзащитными признаем вследствие этого мы не возражаем противоглашению этих либо иных показаний которые со счет сторон обменения необходимы для вас какое оглашение судей спасибо подсудимый не возражает не возражает кстати отключается нет ваша честь не возражаю спасибо 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 про то что протокол допроса свидетеля тонн 1 лист и дело 198 1 199 в оценке антон владиславович по существу уголовного дела могу показать следующее я прохозных судьбу владеля полиции прикубанского округа у мбд россии по городу краснодар Additional د previously стад IDE участкового отдела полиции Прикубанского округа МВД России по городу Краснодара, старшим лейтенантом полиции Павловским, находился на обходе жилого массива по улице Турбини в городе Краснодаре. Около 15 часов минут от оперативного дежурного дежурной части отдела полиции Прикубанского округа МВД России по городу Краснодара поступило сообщение о том, что возле ресторана Сенат, расположенная по адресу город Краснодар, улица Красная, партизан 441, Происход совместный конфликт из-за торговочного места. После этого мы с Оценкой отправились по указанному дежурному адресу. По прибытии на место его видеонослика человек. Некоторые из них в руках держали видеокамеры. Пройдя к указанным лицам, те начали провокационно себя вести. Сообщили, что являются видеоблогерами, снимая при этом все происходящее на видеокамерах. Один из указанных лиц представился Шамардиным Алексеем Александровичем и сообщил, что у него произошел совместный конфликт с охранником ресторана «Сенат». Как выяснилось дальнейшим, ему казался Мальцев Роман Сергеевич. При этом Павловский сообщил без одной части о произошедшем, после чего принял от Шамардино заявление и опросил его об остается произошедшего. Я в это время пришел к Мальцеву с целью опроса, однако по сути сообщил, что ему плохо, он хочет идти в помещение ресторана «Сенат». Затем мы зашли в издра вместе с Мальцем, где я отобрал у кого объяснение. После этого мы с Павловским опросили, находившись поблизости к месту конфликта граждан, для установления свидетелей и очевидцев происходящего, однако никто ничего не видел. Также в ходе сбора первоначального материала я неоднократно обращался к Шамардину и остальным видеоблогерам с просьбой предоставить для осмотра видеозаписи происшедшего, на что последние отвечали категорическим отказом. Также могу пояснить, что в момент угрозы Мальцем в адресе Мальдина я не видел, более по данным фактам не пояснить ничего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.